Доктор Мясников Личного опыта, причем не только как врача, но и как человека, дожившего в добром здравии до определенного возраста. Итак, пища должна быть свежей. Ну, тут, наверное, так. Вы все помните, как достаточно недавно в России прокатилась эпидемия ботулизма. И это ладно, это периодически случается, но все равно это сегодня достаточно редкое болезнь. Но пищевые отравления сколько угодно. В мире в год от инфекционного поноса, вызванного вирусами, ротовирусом, норзовирусом, бактериями, умирает 2 миллиона людей, детей в основном. 2 миллиона. Да, это не в нашем районе, да, это Индия, Африка и так далее, и так далее, Бразилия, там еще так, где Китай. Но поверьте мне, что и у нас этих смертей достаточно. Вот тут, понимаете, правильно написали, пища должна быть свежей. У нас изменился менталитет, у нас изменился образ жизни. Нам некогда, нам бегом, 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 бегом. Какая поесть, на ходу перехватил, и вот начинается. Вот лето. Эти бедные люди с желтыми термосами за плечами на этих велосипедах катят по этой жаре. Из каких продуктов готовили, мы не знаем. Кто готовил, мы не знаем. Нет, если вы умрете, потом следствие это найдет. Но пока мы не знаем. Сколько он вез это до вас, мы не знаем. Плюнул он туда или нет, мы тоже не знаем. Но мы им, удобно, доставка, позвонил, хочу то, хочу сё. Это удобно. Это сто процентов удобно. Но запомните, любая покупка приготовленной пищи, будь то в кулинарии, будь то доставка, будь то где-то еще, чтобы вы приготовили не своими руками, любая несет в себе угрозы пищевого отравления. Вплоть до смертельного, как в случае с ботулизмом. Любая, любая. Если вы съели кусок, и он тухлый, это одно. Но вы можете есть вот ботулизм, его никак, ни вкуса, ни запах. Вы знаете, что ботулизм – самый страшный яд на Земле? Смертельная доза, там для одной стандартной мыши, на мышах проверяли, у ботулотоксина – ноль, 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 три, чтобы убить эту мышь. У курара – это пятьсот. То есть это за нолем, за запятой, а это пятьсот перед запятой. У цианида – это десять тысяч. Вы понимаете, во сколько раз ботулизм более опасен? Поэтому это оружие биотерроризма. Полтора грамма ботулотоксина, распыленного над городом, если люди вздохнут, все эти полтора грамма, именно аэрозольным путем умрет полтора миллиона человек. Чтобы вы понимали, кластридия, ботулизм есть везде. Они здесь есть, они на полу, они в земле, они в воде, они в пыли, они есть везде. Они крайне стойкие, их не уничтожат ни кипячением, ни кислотой, ни термостатом, ни прямым огнем, не уничтожат. Более того, они есть в желудке у некоторых людей, у детей так очень много. У взрослых реже, но они там просто лежат и спят камешками. Весь вопрос не в спорах. Споры везде, мы ничего с ними сделать не можем. Весь вопрос, если спора проснется, оживет и начнет выделять ботулотоксину, то всем конец. Какие условия? Она должна быть без воздуха, она анаэробная, без воздуха. Вот так положить сюда споры никогда с ней ничего не будет. Должна быть низкокислотная среда, в кислоте она тоже не любит. Ей было, чтобы было что покушать, питание. Идеальные консервы, правда? Причем, чтобы вы не думали, что в основном рыба, мясо. Нет, рыба, да, конечно, мясо. Но в основном это овощи, потому что их по определению делают в низкокислотной среде. Это фасоль, как вот в случае с последней вспышкой в России. Это кукуруза, это спаржа, это картофель, это морковка, это свекла, это, кстати, фруктовые соки, и в той же морковке томатные соки. Вот, что опасно. Те же грибы, но опять же, должен быть закрыт доступ воздуха. Ну, кстати, даже без крышки может быть. Вот когда описали первый раз случай отравления, 22 человека в Австрии в позапрошлом веке умерли, и там даже думали, что это убийство, пришли проверять, тогда и открыли ботулотоксин. А ветчина была в бочке. Мясо, сало, мясо, сало, добавили 2 литра воды, и нижние слои были без доступа воздуха. И вот кто ел эти куски, те и умерли. Что важно, спасти может только антитоксин. Принимать как можно раньше, не дожидаясь лабораторной диагностики по клиническим признакам. Какие признаки? Понос, рвота, тошнота? Нет. Может это быть, может, но это не главное. Это чистая неврологическая симптоматика. Это опущение век с двух сторон, это двоение в глазах, это фиксированный нерасширяющий зрачок, это слабость лица. Потом это идет все вниз, захватывает дыхательные мышцы, именно поэтому эти больные на аппарате искусственного дыхания. Слышали? Симметрично. То есть, если вы проснулись, у вас выпустился глаз и щека, носогубная складка сглажена, у вас нарушение мозгового кровообращения, потому что страдает одна пара внутричерепных нервов, при батуризме всегда страдают обе пары, поэтому всегда симметрично. И очень важно, отличительные способности у этого пациента никогда нет температуры, у него всегда нормальный пульс давления, что отличает его от других гастроэнтеритов и пищевых отравлений. И пациент всегда в сознании. Очень короткий рекомендационный период, обычно от полусуток до полутора суток, что-то поели, появилось двоение в глазах, опущение сразу к врачу, потому что раннее введение анотоксина спасет жизнь. Кстати, была прививка от батуризма. Людям, фермерам и так далее раньше ее делали, но потом ее эффективность сошла на нет, стали расти побочные явления и больше прививки от батуризма не существует. А вот лечат только анотоксином. Но это ладно, это редко. А вот те самые пищевые отравления. Люди, ну перестаньте вы... Понимаете, когда вы покупаете еду, там что? Там соль, сахар, усилители вкуса, нездоровые транжиры и вредные бактерии. Вот все, что вы покупаете. Пользы ноль. И теоретически-то мало, а на самом деле соевые батончики с протеином, он фитнес-тренеры любит. Ну, это же просто рак себе наедать. Поверьте мне, вы позвонили, заказ пищи 20 минут. За 20 минут лично я пожарю себе цыпленка. от того, что я его разрежу, отобью, поставлю, пожарю. Раз. За 20 минут я только салонкой быстро нарежу, а пожарю себе картошку. За 20 минут я сварю спагетти и приготовлю себе томатный соус для спагетти. За 20 минут я могу сделать такой омлет, что это будет просто загляденье. За 20 минут я могу сделать многое. И, кстати, я могу обезопаситься от ботулизма, потому что если спора, она очень устойчива, то ботулотоксин разрушается при нагревании. Да, не всегда, но, как правило, разрушается. Поэтому, если вы содержимое консервной банки 10 минут прокипятили, вы, в общем-то, обезопасились на определенный процент. Вопрос, как, кипятит банку? Нет. Но за эти 20 минут доставки я взял банку, с тунцом или банку с семгой, лососем. Вылил ее. Помните, как мы раньше в детстве суп? Банка лосося, немножко картошки, лавровый листик и чуть зеленью сверху. 10 минут объедение. И потом еще. Вы заметили, что плохие люди, ну, нудные, вообще, нехорошие люди, они плохо готовят, они не умеют вкусно готовить. Вкусно готовят, только хороший человек, он когда готовит, он свою энергетику туда вкладывает. Когда вы покупаете еду, которую приготовил непонятно кто, непонятно когда и непонятно из чего, если вам вкусно, значит, вас обманули. Значит, это сахар, сахарозаменители, вкусозаменители, соль, жиры, транжиры и прочее. Ну, тогда просто поживите, на туалетной бумаге пожуйте. Поэтому, давайте умнее. А если вы все-таки хотите это все делать, это ваше право и ваши риски. Но они есть всегда в 100% случаев. Нет такой пищи, вы заказали, вам принесли, и что вы могли быть на 100% уверены. Такой пищи не существует. Все. Дальше у нас с вами не злоуотребляйте обезболивающими. Ну, во-первых, опять же, к библейскому. Что есть истина, что есть обезболивающие. Для вас, для всех, обезболивающие – это нестероидные противовоспалительные препараты. Всякие там индомидацины, ипобруфены, диклофенаки, вы знаете, немножко по другим названиям, аспирин сюда же относится, парацетамол. Хотя он стоит отдельно от этого, но все равно формально он очень близок к анистероидным противовоспалительным препаратам. Что вы про них знаете? Что если их принимать много и часто, можно испортить желудок? Это вы запомните. Желудок. Что он может его губить? Да, может. Но это не основное их побочное действие. Их побочное основное действие – это сердце, это повышение давления, это развитие пожилых людей инфарктов, инсультов, это задержка жидкости. Они вообще противопоказаны при сердечной недостаточности, при почвенной недостаточности, именно потому, что они задерживают жидкости, вот этот излишек, может быть, крайний. Но все равно жить-то надо, у всех болит спина, у всех болит голова, у всех болит поясница, у всех болит артрозы, колени, локти и так далее, и так далее. Деваться некогда, мы принимаем. Сразу хочу дать вам правило, как их принимать. Если у вас болит колено, если у вас болит спина, обратите внимание, что они противовоспалительные. Когда вы принимаете одну таблетку того же ибобруфена, боль проходит, день вы без боли, потом опять заболела, вы опять принимаете, день без боли, опять заболела. Вот эти боли надо лечить постоянно, курсом, 3-7 дней. Вот уже 3-4 дня уже прошло, вы еще денечек попейте. Вы дайте ему сработать, дайте снять воспаление. Но параллельно, чтобы все-таки не было проблем с желудком, обязательно добавляйте препараты типа амепрозола. То, что поможет вам сохранить желудок. Это одно правило. Второе. Если у вас болит колено, сустав, то начинайте с мазевой формы нестероидных противовоспалительных препаратов. Дальше. Это далеко не все препараты. Вот еще. Я не знаю, что это парацетамол. Он никак не действует плохо на желудок, он практически не повышает давление, он абсолютно безвредный. При условии, если не будет превышен дома в 4 грамма в день. У нас есть расфасовки по 0,5 грамма и по 1 грамму. Значит, 4 таблетки, не больше, чем 4 таблетки по грамму, не больше, чем 8 таблеток. Казалось бы, все просто, кто будет пить 8 таблеток. Проблема в том, что он содержится в огромном количестве порошков. Всякие там от простуды, обезболивающие, со вкусом малины, со вкусом лимона, вы переваливаете эту дозу и токсичное разрушение печени, потом либо пересадка печени и смерть. И это очень серьезно. Люди от этого умирают. 4 грамма это здоровым людям, алкоголикам 3 грамма, людям с жировой печенью 3 грамма, а людям с гепатитом С или Б 2 грамма. Об этом помните. Но именно противовоспалительные действия, они работают, есть воспаление, а где нет воспаления? Невралгия, фибромиология, троничный нерв. Вот тут уже не амвестероидные противовоспалительные препараты, это либо противосудорожные, такие как габапентин, такие как карбопромазин, дифинин. Вы начинаете говорить, доктор, зачем мне эти противосудорожные препараты? Вы что? У меня нет никаких судорог. Ну, потому что это не действует. Это обязательно антидепрессанты. Опять же, доктор, я не сумасшедший, что вам не дают тебе метрептилин? Я от него сплю. Ну, потому что в маленьких дозах антидепрессанты действуют именно на болевые рецепторы. Они блокируют заклинивший болевой рецептор, который уже боль прошла по шоколею, невралгия. Причина прошла, он посылается в мозг на сигнал, болит, болит, болит. У него выключатель застрял, положение включено. Антидепрессанты помогают выключателю выключить обратно и переслать эту стимуляцию. У нас, слава богу, практически не применяют в общей практике наркотики, наркотические, опиоиды. За рубежом сколько угодно, вы не представляете. в Америке, по их данным, наркоманов, которые становятся из-за выписанных им обезболивающих наркотиков, больше, чем от уличной торговли наркотиками. То есть, бандиты, которые распространяют наркотики, меньше подсаживают людей на наркотики, чем официальная американская медицина. Ну и теперь немножечко своего опыта. Уж я так живу с болью постоянно. У меня с 30 лет подагра. Не, реально с 30. Сколько у меня уже лет? Господи. Я принимаю лекарства для снижения мочевой кислоты, а вот к обезболивающим у меня проблема. Но какая? Я очень много тренируюсь. Я 2,5 часа, но меньше 2 никогда в день тренируюсь. Ну 5 раз в неделю это точно. Сильные тренировки. Вот так течешь. Тут и штанга, и канаты, берпи, что угодно. И иногда текелаж начинает болеть. И ты понимаешь, что утром ты можешь быть просто бездвижен. Ну, из-за боли в суставах. Я позволяю себе выпить таблеточку диклофинака 100 миллиграмм. Но меня тут же прибавляют плюс килограмм. Диклофинак меня задерживает жидкостью. На ногах я сразу чувствую. Иногда я на это иду, и вот так делать нельзя. Надо уважать боль. Боль в данном случае это ваш ограничитель. Но я-то и скажу, еще, да, что я свое уже отбоялся, нет еще. Мне только вперед. Если я день пропущу, будет ли у меня следующий день, я не знаю. Вам не советую. Не советую под обезболивающими идти на тренировку. Хотя сам хожу. Вы должны уметь сожительствовать с болью. Боль в определенном возрасте это ваша норма. Помните, если я в 40 лет проснулся, ничего не болит, я уже умер. Она у вас будет всегда. И вот вы сейчас говорите, мне больно плохо, это вам не больно плохо. Вот через 20 лет вам будет больно плохо, если доживете. Это по нарастающей. Вы должны разбить ее на шкалу, понимать, какая боль. от одной до десяти. Три маленькая, пять средняя, семь я уже чувствую, десять очень сильно. И вот, если вы проснулись, у вас три-пять, ну, радуйтесь, что вы ее чувствуете. Потому что скоро в вашем доме будет играть музыка, и вообще ничего чувствовать не будете. Ну, такой черный юмор, но тем не менее, всегда думайте, что может быть хуже. А если семь и выше, да, вот тут надо понимать. Я уже буду принимать лекарства, я пойду к врачу и так далее. Так что вот так. Это наши друзья обезболивающие, но они все разные, действуют на разные грани. Иногда часто бывает и пьете одно, а вам надо совсем другое. Вот это тоже важно. Ладно, идем дальше. Истина номер три. Не живите в интернете. Я представил, как сейчас на той стороне экрана скептические люди ухмурянулись, поджали губы и говорят, ну да, опять. Я все понимаю. Интернет сегодня это наш быт. Он может нам нравится, может не нравится. Ну, как вот мы в ходе специальной военной операции увидели, что все не так, вообще не так, как мы думали всю свою жизнь. Другая, другая война, другие способы ведения войны. И старых уже не будет. Ну, только если после атомной бомбы мы опять не пойдем с дубьем и камнями друг на друга. Вообще другая. Нравится, не нравится, она другая, свершившийся факт. Интернет. Я сколько угодно могу говорить про изменение осанки у людей, которые смотрят, близорукость, депрессию, бессонницу, потому что перед ночью вы смотрите, а у нас в глазах в ретине есть специальные рецепторы, которые воспринимают именно вот этот свет и подавляют выработку мелатонина. И отсюда проблема со сном, а потом и с онкологией, потому что низкий уровень мелатонина связан с развитием онкологии. Я могу сколько угодно об этом рассказывать. Вы с интересом об этом послушаете. Но не так же, а вот так, через интернет. Вот я там доктор Мясняков пляшу, что-то вам рассказываю, где да, но вы же смотрите это в интернете. Вы же не пойдете читать что-то, когда вы хотите посмотреть. Не пойдете вспоминать за книжкой «Кто такой Кириллов» в произведении Федора Михайловича «Бесы». Вы наберете «Бесы» Кирилла. Вы посмотрели и дальше забыли. С одной стороны, это удивительно, это реально удивительно. Такой инструмент. Я уж молчу про искусственный интеллект, который тоже есть в интернете. А с другой стороны, мы как обезьяна, которая хочет банана. Мы нажимаем кнопку, падает банан. Все, мне ничего не надо. Банан упал, все. С одной стороны, открывается огромная возможность, а с другой стороны, наши мозги атрофируются. Что с этим сделать? Знаете, я, кстати, сейчас приду он цитату. Я случайно наткнулся на нее в соцсетях. Сказал некто, какой-то из крупнейших математиков, Владимир Ронольд написан. Дело в том, что начитавшись книг, образованный человек становится худшим покупателем. Он меньше покупает стиральных машин, автомобили, начинает предпочитать Моцарта или Ван Гога, Шекспира или Теоремы. От этого страдает экономика общества потребления, прежде всего доходы хозяев жизни. Вот они и стремятся не допустить культурности и образованности, которые вдобавок мешают им манипулировать населением как лишенным интеллекта стадом. Я сто процентов согласен. И это элемент делаете человека из стада. Тебе надо что-то узнать? Ты хочешь услышать, я не знаю, какую-нибудь песню трали-вали? Ты нажал, ты ее послушал, ты не будешь искать. Тебе что-то надо? Условный банан. Ты раз, ты его нажал, получил. Но ты не пойдешь открывать книгу, учиться играть на скрипке, ты этого не делаешь и не будешь делать. А зачем? А вообще зачем учиться сегодня? Учиться зачем? Есть интернет. Я нажал кнопку, и все получил. Общаться? О-о-о. тебе 70 лет. И ты лежишь в сумасшедшем доме. В памперсе. И выступаешь в соцсетях под ником Крутой Билл. Рассказываешь, как ты круто делаешь Берпи, как надо себя вести на свидание, даешь советы. А что, вы думаете, там другие люди сидят? Мы прячемся, мы обезличились, мы ведем споры, не знаю с кем, вы уже не знаете, кто этот человек, и никогда не узнаете. Откровенный жулик или подлец, его видный, или провокатор. А так, вы не знаете, но вы ведетесь, вы изливаете перед ним свою душу, вы влюбляетесь, встречаетесь, иногда это получается хорошо, что у моего сына было великолепно. Не мог он найти девочку. И вдруг на форуме фармакологов, он фармаколог, тогда я студент был, встречает девочку, тоже из бывшего Советского Союза, из Молдовы, переписывается, знакомится, влюбляется, сейчас живут вместе, 26 октября свадьба. Да, через интернет, все хорошо. Но, во-первых, не все. Потому что он сидел, учился, а в свободное время сидел в играх. Он учился тогда в Фариже. И даже стал чемпионом Франции по какой-то там замысловатой игре. Вы же понимаете, чтобы стать чемпионом Франции по замысловатой игре, сколько времени должен отдать? Папа в его возрасте задрав хоз, бегал по девчатам. Я нашел и не раз, и даже не два. Это, наверное, другая сторона. Но главное процесс, процесс поиска. А это сидеть, у меня вот это, а любишь ли ты эти? Ну ладно, не крокеры, что есть, турму, или как это гадость называется. Неважно. Ребят, делай, как я, тогда намного лучше. Живите настоящей жизнью, дышите воздухом, рискуйте, жизнью в том числе. А что? Это была программа «Простые истины» на телеканале «Доктор». В исполнении доктора Мистякова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова